здравствуйте спасибо что пришли слушать эту лекцию лекция называется ландшафт вычислительной химии в фармацевтической промышленности до меня зовут юрий абрамов я работаю в компании фазер америка и я занимаюсь вычислительной химии 17 лет уже и постараюсь поделиться с вами опытом и с информацией на эту тематику фармацевтической промышленности вот это вот как раз находится фазер гроттон коннектикот где я работаю с другими коллегами своими которые будут завтра читать тоже лекцию вот но я начну с того что фармацевтическая промышленность имеет уже обычный химии в промышленности имеет 30-летний опыт более чем 30-летний опыт и я буду говорить в основном для открытия новых лекарственных соединений но если я буду у меня будет время я тоже поговорю про разработку лекарственных соединений как использовать учительная химия в этой области и это широкий обзор современных методов начиная с теория потом применения когда он применяем эти методы как применяемой с некоторыми примерами из моего из моего опыта в основном но не только из моего опыта и это небольшое сказать рассмотрение то о чем я буду говорить во первых я извиняюсь у меня может быть русский немножко не на языке я буду делать некоторые ошибки и я также особенно по поводу терминологии я могу говорить либо на английском языке либо говорить на русский перевод который я считаю что правильный перевод но он может быть неправильный перевод имейте ввиду значит я буду говорить про учили методы ускорения в снижении рисков открытие разработки лекарственных соединений то есть это вот то что мы называем computational chemistry and drug discovery по-английски потом я говорю это будет метода теория потом я буду говорить о ландшафте вычисленных методов открытия лекарственных соединений в смысле применения конкретно к промышленности и если у меня будет время я буду говорить о ландшафте компьютерных методов разработки лекарственных соединений вторая стадия разработки и все очень девайло пандель девайло панды как раз лекарственных соединений это то что происходит еще дома на фактчера до мануфактура первая часть лекции почему мы говорим про учительную химию или компетеншим камистри более широкая такой термин который более охватывающим просто вычительная химия но по сути дела это одно и то же на русском языке вот но это значит как мы представляем все промышленность ландшафт разработки лик и развитие лекарственных соединений мы знаем что начинается с открытия мишени а потом мы идем к идентификации хит хит это как бы лекарственные соединения которые не соединения лекарства на какое соединение которое имеет очень низкую активность как правило а вот и из-за этого лекарства мы разрабатываем называется стадия хиту лид мы разрабатываем лид лекарство которое является более уже активно по сути дела и следующая стадия то что мы делаем это лид оптимизацию лида то есть мы находим свойства теперь этого соединения которые удовлетворять не только активности но и другим физико-химическим и токсическим параметрам и я извиняюсь и после этого мы как правило я застрял чувствую не ради а я должен туда надо делать вот и после этого в драг discovery мы номинуем номинируем какое-то соединение которое дальше идет на первое клинические испытания first and human первый раз в человеке говорится и дальше переходит на клинические испытания и собственно вот на этой стадии когда мы говорим про клинические испытания фаза 1 фаза 2 фаза 3 и потом мы подаем на подача всякие регуляторные органы в америке тфдей например а то здесь в это же в это же время происходит разработка development лекарства то есть лекарство вот здесь это мы говорим про молекулу то здесь мы уже говорим к ним конкретно лекарства это может быть таблетка это может быть таблетка состоящая там и специально специального кристаллов которые может чистые лекарства с добавками с другими компонентами это может быть жидкое лекарство и так далее вот это development стадия кроме клинических испытаний значит это занимает среднем много времени 13 лет среднем и стоит да это мы начинаем с очень большого количества дней не как правило мы делаем скрининг миллионов соединений в компаниях и дальше когда мы идем дальше вдоль это вот по шагам здесь мы видим что количество дней которые мы тестируем уменьшается уменьшается и здесь мы номинируем одно-два соединения одно соединение один как бы дополнительный на всякий случай backup соединения здесь мы работаем с этим соединением только и все то есть начинаем из миллионов и надо перейти к единицам это очень сложная задача и это стоит очень много денег все если мы говорим про стоимость разработки лекарства мы говорим про старые данные это было примерно 2 миллиарда долларов за одно лекарство но более новые данные 2015 году бликован 2 и 6 миллиарда долларов то есть это очень дорого прежде всего потому что очень много ошибок и мы лекарства умирают по дороге прежде чем номинируется на или даже производится во время производства вот поэтому это очень дорогое производство это очень серьезные затраты и поэтому поэтому современная мета открытия и разработки лекарства соединений даже мать рациональным мы не можем больше делать это как метод проб и ошибок как мы начинали в самом начале много лет назад уже и для рационального производства лекарств в учительной химии или коммитейшн к мистре это очень важный как раз метод который все компании используют но плюс к этому конечно всякие аналитические методы как рентгеновская и мр и другие методы которые тоже помогают понять рационал того что мы производим но опять-таки самое главное это компетен к мистре которые каждая лаборатория каждая компания каждый проект имеет выщительных химиков которые помогают понять что мы делаем дальше очень сложно листать почему-то окей но теперь я теперь хочу сделать обзор значит химия методов с точки зрения теории и это просто снимок какие методы мы используем в зависимости от масштаба вы видите это мы здесь это все время много масштабное моделирование здесь мы говорим про размеры систем начиная сангстремов и кончая миллиметрами например вот а здесь по времени вы занимаете пытаясь описать процесс какой-то биологический сколько времени можете позволить себя описать используя разные методы начиная с кванатомеханики и заканчивая всякими методами которые используют как бы полевые приближения как как мезо скейл и другие методы что я хочу сказать здесь что часто люди забывают про статистические методы которые обычно в таких картинках отсутствует но мы используем много статических методов кем информатики и в этом университете как раз сильная лаборатория по которой этим занимается и биоинформатика в том числе вот это все методы которые используются для разработки для помощи в разработке литератомеханики соединений немножко по подробнее про все эти методы начинаем к вам квантовая механика или квантовая химия как мы говорим в применении к медицинской химии мы решаем уравнение шейдингера вот с помощью квантовой химии существует различные методы различные приближения различные программы для этого которые используются в чем отличие квантовой механики от всех других методов которые буду рассказывать тем что мы можем описать собственно говоря химическую реакцию можем писать разрыв связи или наоборот а когда связи появляются химические мы не можем это сделать другими методами с другие методы гораздо дешевле и гораздо быстрее это как молекулярная механика или мулькальная динамика где мы используем решаем второй закон ньютона и и используем всякие приближения которых я упомяну попозже и наконец независимо от этих методов применить добавок эти методы мы используем эмпирические или эстетические методы как метода количество соотношения между активностью и и и и структурой а вот и другие методы которые тоже будут сегодня рассказывать значит квантовая механика самодекорирован декорированы конечно область кванком тэшн кэмэстри потому что много нобелевских премий есть некоторые имена только перечисляю вам гейзенберг получил нобелевскую премию начала квантовой механики потом шейдингер конечно есть такие имена известны как слейтер артре фокк хартре значит английский ученый фокк это российский ученый попал получил премию нобелевскую заработку методов квантовой механики в 98 году и наконец кон получил нобелевскую премию тоже 98 году за метод который мы называем дефти или функцион плотности то есть очень много номинированных ученых в этой области мультикарный механик это чисто эмпирический подход когда он используется для маленьких и больших молекул потому что он такой быстрый и эмпирический мы можем использовать даже для протеинов его и для белков я использую протеины а и мы как бы с помощью этого метода описываем силовое поле и она представляется типа каких-то шариков и пружин которые используют пружины описывают значит связь химическую силу связи вот соответственно шарики представляют собой сама там где он находится это очень упрощенно если мы говорим про квантовую механику то у нас электронная плотность видите облака молекулярная то здесь это выглядит вот так вот это упрощение которое очень хорошо работает но тем не менее это приближение это пример как мысль когда мы даже использую квантовую механику пример из моей жизни соответственно эти квантовые механика может описать практически все с разной с точностью но тем не менее все чем дороже кванта механика есть существуют разные подходы тем больше вы можете позволить вот но классическая механика меккана механика может сделать много ошибок а вот этот пример какие-то слабых взаимодействий в одном из лекарств ну не это не лекарство это было соединение которое было активно вы видите здесь существует например взаимодействие между серой и кислородом который является взаимодействием когда они любят друг друга на самом деле серый кислород любят друг друга они хотят смотреть друг на друга вот и там очень слабое взаимодействие которое позволяет этой структуре быть практически плоской причем серы смотрят на кислород если вы сделаете макуярную механику это x рентгеновская структура вы получите точно такую же картинку если вы сделаете если вы сделаете кванта механику но если вы знаете будете делать макарную механику то у вас не получит структуру совсем вот один из примеров лекарства которые разработал файзер называется in light а лекарство вы видите здесь как раз это взаимодействие существует между серой кислородом вот видите здесь вот это практически плоская конфигурация большинстве информации которые были использованы по которой обнаружены экспериментально в кристаллической структуре но мы не можем это описать поэтому все эти расчеты были сделаны либо квантовой механикой либо мы разработали сделали поправку аксиловому полю с моими коллегами из и шерингер компании шерингер опубликовали ее иначе ничего сделать было нельзя значит молекуарная динамика это очень важный метод который имеет долгую историю тоже и много для этого программ существует наш надо помнить об это в этой области то что для того чтобы описать какое-то биологическое явление нам нужно делать очень долгие расчеты например если мы делаем расчеты пика секунды то очень короткие расчеты то можем описать только локальные движения если мы переходим наносекунды соответственно этом 10 минус 9 секунды то мы можем описать какие-то коллективные движения но для того чтобы описать биологическое явление то надо расчета делать ми в области микросекунд или даже миллисекунд для того чтобы описать например такие процессы как движение цепей и и которые отвечают за биологические явления я вам покажу сейчас много прогресса в этой области тоже я вам покажу пример который был опубликован эта компания дешел вот и сам ученый находится на картинке здесь они делают специальные расчеты с помощью специального чипа который специально специального мета специально чипа который именно для манган динамики и был изготовлен и делать именно длинные расчеты публикает в очень опубликует в очень хороших журналах science and nature и так далее вот пример расчета ионов каналов когда они показывают как ионный канал замыкается когда подается напряжение на определенные структуры белка и вот этот расчет это из публикации я вам могу показать как это происходит в центре этот раз как раз будет канал который пора который закрывается сейчас попробую пойдет ли он у меня я не уверен что я могу сделать это отсюда наверно будет компьютер это попробовать сделать и вы увидите там будет бежать страничка вот сколько вот собственно здесь уже показывает это это сейчас микросекунды расчета мы дойдем до миллисекунд вот следите да вот эта пора закроется и сколько время это займет для того чтобы произошло мы дойдем практически до микросекундного расчета то есть это конечно ускоренная выдержка из всего расчета расчет занял очень долго времени но это нужно сделать именно таким образом для того чтобы описать биологическое явление уже сотня микросекунд и ну он еще идет конечно там нетипичные исследования но она показывает вам что сколько мы даже делать но в общем он закончился он занял долгий очень расчет и он доказал задачу что мы можем писать это биологическое явление с помощью мульти антодинамики дальше недавно была присуждена нобелевская премия ученый по кванта по не квантовой химии повышительной химии за разработку много много масштабного моделирования и ученые которые были номинированы это мартин карполос из харварда это михаил левит из стэнфорда и также орел воршелл из университета южной калифорнии вот и собственно это было конечно очень важным событием для нас в учреждении химиков потому что это как бы показывает что эта область очень важно в современном мире в современной науке и в современной промышленности тоже значит немножко слов про кем информатику которая в этом университете как раз очень уважаемая и вообще уважаем по миру это практически то что как мы управляем данными мы должны уметь во первых сохранять данные мы должны уметь организовать данные довольно так так чтобы понять как как что друг друга с этим как соотносится соединить друг другу как можем их с груми сгруппировать по подобию и мы также найти должны ученым научиться как можно вытащить как можно больше информации из этих данных для того чтобы сделать какое-то какие-то выводы какие-то приближения но это пример как мы группируем к сожалению у меня не очень хорошо ли ставится слайды да мы как мы группируем данные это вся база данных мы можем упорядочить базу данных так чтобы у нас соединение которые похожи друг на друга находились в примерно в одном месте по похожести и тогда у нас получается хорошая упаковка данных которая не имеет какой-то рационал какой-то смысл с которым можно выводить много информации значит дальше я буду говорить про методы это была теория а теперь я говорю про методы как мы используем вычтительные методы в в разработке соединения начать всего таких метод 2 1 называется на основе структуры 3 структуры белка про сам структуру белка а второй метод на основе структуры легандов леганды это данном случае соединения которые являются активными или неактивно это маленькая молекула да и поподробнее окажем из методе я думаю что я немножко спешу здесь да значит а методы а какие используются это общее сказать и классификация какие более подробно в каждом метод и приближение используются одно в первом методе которая основана структурой белка мы используем так называемый мукулярный докинг метод мы можем использовать с точки зрения теории молекарную механику мы к динамику может быть использовать там квантовую механику если надо но это будет довольно тяжело сделать мы также делаем используем так называемого чела хай труб от скрининг то есть виртуальный скрининг высокой пропастной пропускной способности когда об этом говорят то обычный метод докинг хотя это не очевидно то есть используют именно метод который основан из пространственной структуры белка мы можем использовать иного дизайн я про это поговорю и собственно это вообще не только к структуре вообще все методы здесь перечисляю я извиняюсь немножко я вас запутал здесь также по другие методы методы статистические такие как качество отношения между активностью структурой и наконец я буду говорить про метод фармакофо это общие методы не только методы которые используются какой-то там под структурой типа строк на пространство трубилка или структура легантов это все методы про которые мы будем говорить сегодня и теоретически нет да есть тоже перечислил который свой 2 2 новый дизайн мы используем и реальных механику динамику или монте-карло ким информатику мы используем в методе про количество отношений структуры и свойствами и активностью и фармакофо это практически малькарная механика ким информатика тоже можно сказать таким образом надо помнить что основная задача для вычисленного химика всегда их две задачи вы когда мы помогаем проекту мы должны приоритировать сделать приоритизацию соединения для эксперимента самое главное мы не замещаем эксперимент мы помогаем проводить эксперимент потому что так много соединений миллионы соединений мы должны выбрать те сомнения которые наиболее может быть подходят для эксперимента мой много обещающих соединения и второе мы так же должны помочь открыть новые химические серии потому что часто начиная проект какой-то мы зацикливаемся на какой то серии который оказывается потом позже умирает лучше помочь открыть несколько серий для того чтобы двигать проект 1 2 2 3 серии чтобы были использованы в проекте для этого нужна опять выщительная химика химии то что мы делаем значит переходим к следующему слайду опять-таки я думаю что здесь вот как раз разбито что я начал говорить здесь разбиты эти методы по по этим под под как бы классом первый класс страчеба и страх дизайн или дизайн на основе пространственной структуры белка методы которые используют для этого docking метод также виртуальный скрин высокой простой способности вращал скрининг и да да новый дизайн это все относится к вот к этой категории когда мы говорим про дизайн на основе структура леганда когда мы не знаем как правило структуру белка ум если даже мы знаем то мы не используем эти данные это сведения в этом дизайне то для этого конечно используется количество совершения между структурой активностью а также метод похожести или подобие между легандами и метод фармакофон значит еще есть метод о котором я много говорить небо не буду но тем не менее он очень важен это биоинформатика и то что о чем я буду говорить один из методов это метод хамал джимон моделирование гомологическое моделирование когда мы можем открыть предсказать структуру белка для которого неизвестно никакие экспериментальные данные но мог на основе подобия к белка к структурам белка белков которые из относятся к тому же классу скажем так мы можем воспроизвести довольно аккуратно структуру того белка который нам интересен и которого для которого нет эксперимент экспериментальных данных я пожалуй перейду дальше к следующему слайду где я просто соединил все что я вам говорю до сих пор в одну картинку это теория метод теории увидите мультярная механика биоинформатика кеминформатика и квантовая механика и это методы про которые говорил и приближение которые общий класс и приближения и это все соединяется вот таким образом между собой и опять таки я не могу листать а вот соединилась вот видите мультина механика практически используется везде кроме подобия может быть биоинформатика это верхняя часть таблицы которая не таблицы а колонки для методов это докинг динова и virtual screening через гигага гомологические модели например кеминформатика используем нижней части это фармакофо кисар количество отношений между активностью и структурой и также квантовая механика используется ну мы можем сказать что она используется для вот этих методов но она используется не так часто потому что это более дорогое вычисление значит и дальше методы для структурных да сb страчебой дизайн дизайн на основе пространство структуры белка очень сложно переводить на русский язык это очень долго в английский это гораздо быстрее страчебой дизайн легенд бэйс дизайн я может быть буду использовать терминов в последующем представлении значит здесь вот эти методы используешь конечно для страчебой дизайн и вот эти методы сгруппированы фармакофо кисар и similarity подобия используя легенд бэйс дирак дизайн значит дизайн на основе структурной структуры белка для это нужно знать структуру белка что для этого используется прежде всего нам нужно конечно использовать крест лаган с помощью с помощью рентгена если можем сделать с помощью рентгеновского анализа узнаете структуру белка лучше сразу несколько был несколько структур с разными легандами или без леганда и использовать информацию потом это замечательно самое лучшее если мы этого не знаем то следующий метод который может быть может быть полезен это и мр хотя он имеет разрешимость гораздо ниже и поэтому он менее популярен и наконец третий метод это гомологическая модель биоинформатика про которую я говорил и которые здесь тоже упомяну значит гомологическая модель это один самых убежных методов предсказания структуры белка как я вам рассказал по экспериментальным данным а который используется на существующую шаблонную структуру сходную по аминокислотной последовательности с модулируем белком и вот пример например упорядочная последствия белков для каких-то из аминокислот для какой для каких-то белков это выглядит примерно так и в одном из примеров позже я вам покажу то как это используется в реальных проектах docking но docking это когда вставляется леганд в активный центр это выглядит очень просто на самом деле это сложная задача и вот тоже картинка которая это делает очень плохо листается и вот получается такая картинка когда уже мы имеем леганд вставлены в активный центр и можем рассчитать какие взаимодействия там происходит и насколько активен там леганд в этом центре значит это очень полезный метод вообще лучше всего его использовать когда вы имеете структуру пространства белка это самая лучшая ситуация для того чтобы моделировать и папа пути помочь проекту это идеальная ситуация вот но что я хочу сказать что здесь две задачи которые мы решаем 1 это геометрия того как леганд там находит как он ориентирован в этом активном центре и по английским говорим позин поза какой позе он там находится да это проблема легко решаемо относительно если мы не говорим про то что сам белок и активный центр они подвижны если мы имеем несколько структур то мы можем сразу сделать докин во многие структуры понять как это может быть есть методы которые позволяют описать подвижность белка также но по крайней мере эта задача нахождение поз или геометрии леганда в структуре в активном центре это более легкая задача чем следующая задача которая оценочная задача насколько сильно взаимодействует леган с этим белком то есть мы должны оценить как бы силу активности воспринвести такие свойства как айси фифти в например вот и это гораздо более сложная задача для этого используют разные методы может быть основе силового поля эмпирические методы лес на основе каких-то других знаний вот но это нерешенная задача до сих пор и из наверное не будет решенная по многим причинам потому что это сложная задача изначально вот но это пример виртуального скрининга теперь вам показываю как это делать это в общем просто мы имеем большую данную соединение пример миллиона соединений какой-то компании это может быть меньше библиотека структур мы имеем пространство структуру белка с активным центром и мы просто берем это всю базу базу данных и производим быстрый и как правило дешевый морганте самый лучший метод докинга для того чтобы найти а вот эти хиты виртуальные и дальше предложить их для эксперимента это напоминает сам экспериментальный hts или скрининг с высокой пропускной способностью значит динова дизайн это другой метод который использует тоже пространство структуры белка и чтобы здесь несколько подходов для этого но один из них вы должны опять-таки иметь структуру активного центра и вы можете начать с фрагментов с маленьких фрагментов и попробовать поставить туда как бы зерно это зерно может быть и либо с фрагмента это может быть это может быть центральная часть молекулы которую мы называем по английски скафолд или остов как бы молекулы основной которую вы будете разрабатывать лучше оптимизировать скажем так вы делаете докинг его и потом все соединяете давайте попробуем посмотреть на эту картинку данном случае это фрагменты вот разные фрагменты мы делаем фрагмент докинг докинг этих фрагментов а потом мы соединяем этого с этим с островом это один из методов подхода к этому для этого существует много программ может сделать наоборот можно начать с острова и потом его вырастить молекулу для добавляя разные фрагменты к нему к не к этому острова это другой метод используется который используя фрагмент бейс дизайн но это все происходит с помощью докинга надо помнить что когда мы докинг делаем для маленьких фрагментов то оценочная функция особенно плохо работает то есть это вообще-то задача довольно сложный с этой точки зрения иногда используют ли мр для этого для того чтобы понять куда эти фрагменты идут в каких местах они концентрируются с помощью эксперимента и потом делают уже с помощью обычных методов соединяет это все в одну в новое лекарство до новых ночного и лекарства до другой метод который называется скобал хопин я думаю что у меня он следующий идет даун но нет я покажу вам пример значит какие основные достоинства этого метода ну во первых самое главное одна из наших задач это новую кимическая серию до разработки это позволяет выйти за пределы той серии которую вы сейчас имеете вы меняете новый остров тут будет новая серия если вы сохраняете остров это будет старая серия как правило то есть если вы меняете остров это точно вы приходите к новой серии скафорд меняете скафорд хопин говорят еще то это вот как раз нам помогает выйти за при найти новую серию и и собственно это самое главное преимущество основные как бы лимитации этого метода в том что пространство химическое огромное мы не сможем его никак полностью описать и второе что часто мы не можем в этом методе описать насколько химические привлекательны вот этим для синтеза эти и модификации может быть синтез будет очень сложным и зачастую мы компетен камер с не можем сказать что это вообще стоит того или нет потому что нет оценочных хороших оценочных функций которые вы сказали что у нас что-то ли что это соединение которое мы предсказали легко синтезируется значит это пример роста как мы растим великое соединение это папа он был как раз предложен таким ученым как билл джоргенсен один из ведущих компетен камерст из ел университета который взял вот эту молекулу и с помощью довольно дорогих расчетов с помощью расчета свободной энергии взаимодействия с белком с помощью монте-карло метода мог показать что добавление всего лишь фрагменты алкоголя и тело алкоголя вы получите гораздо лучшее соединение с большим связыванием вот это результат расчетов когда он очень аккуратно смог предсказать что насколько улучшается энергия в свободной энергии связи не до минус 51 вместо минус 48 49 энергии связи килокал помоле это очень существенный эффект конечно но это не типичный расчет потому что мы не позволяем такие дорогие методы в обычном как правило в обычном подходе к разработке лекарства это довольно дорогой метод расчетом значит другой метод тоже который где новый дизайн от относится с к фол хопин но я уже про него сказал когда мы оставляем те же фрагменты но это изначально она и есть и мы меняем только остов это точно подходит к задачи изменения химической структуры и не химическая структура а химической серии я не буду на нем здесь сильно останавливаться я уже упомянул про это давайте дальше поговорим про метод который называется league and by design на основе структуры леганда здесь очень много методов и это очень популярный метод потому что его сделать легче всего его использовать и можно использовать параллельно экстракции бэйс дизайн если даже у вас и структуры белка вы можете быстро сделать вот такие расчеты на основе легандов которые у вас есть к некоторые из них активны некоторые из неактивны и вы можете быстро сделать какие-то расчеты на эту по этому поводу и я самый популярный из них это на основе подобия и я конечно пролистал очень нестабильная да на основе подобия вы имеете активное соединение и вы можете сделать скрининг всей библиотеки и сказать что вот есть подобные этому соединению структуры которые можно сразу сделать экспериментальный скрининг и посмотреть насколько это работает идея такая что если лекарства по если соединение по структуры подобно то может быть и активность подобно и поэтому это как правило работает но не как правило довольно часто второе это конечно фармакофо анализ который про который буду говорить и наконец качество отношения между структурой активностью и любые из этих методов мы можем разработать модель и делать скрининг база данных чтобы найти новые кандидаты для синтеза и или для если мы имеем уже структуру данных структуру например соединение которые доступны и уже синтезированы можем просто сразу делать тестирование но техники техник которые мы используем ким информатика еще раз макулярное подобие это может быть также по пояс на основе субструктуры а всякие фильтры могут использоваться еще раз это качество ношения мира структуры свойствам просто показывается как это делается ничего из такого нового нет у вас огромная база данных вы имеете какие-то активные соединения вы можете либо построить какую-то модель на этого лип что построить модель на основе подобия и получить новое соединение значит подобие подход по подобию еще раз под основа в том что он мы предполагаем структуру подобное то и биологическая активность тоже будет подобно и два подхода когда мы хотим точно чтобы было точное совпадение субструктуры то есть тоже химическая серия по сути дело это максимал к команд секс команд с абстракции максимальная саб структура которая существует во всех активных соединений например выделяется и по ней ищется и либо просто подход который похож на общий более под общий похож подход который похож на папа на который построен на основе подобия молекул на основе фингерпринтов например отпечатков и это может быть то не мото коэффициент так называемые по также похожесть на основе например формы или ночной силового поля некоторые примеры будет здесь тоже сейчас и опять таки в этом месте плохо ли стоит спасибо тимур значит это пример похоже очень популярный пример похожести когда мы имеем молекулы морфин да и имеем другие молекулы как аден героин и метадон и они похожи у них есть одинаковая саб структура которая должна сейчас появиться но она не появилась не появилась не появилась но она появилась вот она здесь красная вот это одинаковая субструктура максимальная субструктура она присутствует везде эти молекулы по многим свойствам похоже мы знаем это и она довольно ярко себя проявляет во всех этих молекуля молекулах и некоторые из них лекарства да значит как в чем потенциально как бы ограничение этого метода в том что мы конечно меняем серию тогда потому что серия описываться как раз выдали сад максимальной саб структуры мы остановили остаемся в той же сфере серии мы можем пропустить хорошие соединения потому что активность например не связано вот с этой субструктуры она может связано с какими-то боковыми цепями может больше чем самой с обструктурой и но это то же самое что сказать мы слишком много веса придаем вот этой субструктуре или каким другим деталям которые не являются такими важными для активности если мы не знаем значит фармака фо модель она очень симпатичная модель и эта модель заключается в том что мы разрабатываем набор пространства электронных признаков которые необходимы для для того чтобы было взаимодействие в активном центре белка но необходимо но не обязательно достаточно но необходимо то есть это уже большая хорошая задача найти необходимые признаки и как правило мы имеем три четыре пять признаков которые мы используем это трехмерные признаки вот это один из примеров как это может быть например здесь признаки это одна из программ разные программы имеют свои приближения для этого это программа и очень хорошая программа которые показывают например что вот это хидрофобный центр вот здесь вот находится здесь находится например донор на на белке а здесь находится акцептор на белке или то же самое что это здесь имеется донор на акцептор на молекуле а здесь донор на белке извиняюсь а здесь наоборот значит здесь тоже получается донор на молекуле акцептор на белке и собственно вот это и есть эти признаки которые используются для того чтобы описать взаимодействие с активным активном центре чем привлекательный метод конечно тем что я опять таки что-то пропустил здесь тем что мы думаем абстрактно мы точно будем говорить о нахождении новой химической серии потому что мы не зациклен на какой-то детали структуры мы говорим о каких важных признаках только и мы можем сразу выйти на новую химическую серию и это очень красивый метод конечно который широко используется ему можем использовать для опять-таки скрининга базы данных и дальше метод просто с отношением структуры и активностью это очень очень популярный метод который широко используется а это математические отношения между химическую структуру и биологической активностью метод математические методы существует их очень много как мы это делаем соотношения и они становятся более сложными каждый раз вот мы используем дескрипторы это как бы свойства для того чтобы вот описать это взаимоотношения их тоже очень много и я не буду говорить час в детали у вас есть наверно курс на эту тему в этом университете и в данном случае биологические свойства активность она является зависимым зависимой переменной вот этот пример как это делается вы имеете какое-то какие-то экспериментальные данные например активность вы имеете тоже также дескриптер который может посчитать выстроить строить стоит зависимость и предсказывать новые соединения значит которые могут быть активными и проверяете их также это выглядит очень красиво на самом деле бывают там сложности про которые я скажу нам более дальше в следующих слайдах сейчас хочу сказать некоторые нас имена которые важны в этой области это было первую очередь это было что же такое тогда предсказано вначале самым таким ученым как ханж который впрочем предложил кистера как мы знаем он был очень упрощенный кистера в то время он был одномерный практически не был трехмерным там были практически 1 12 дескриптора который независимыми как от координат впрямую и очень много чего он мог сделать и предсказать это конечно большое имя наше время в наше время спасибо большое у много ученых которые в этой области лидируют они вышли из из нашего из россии или за украины и имена некоторые здесь перечислены в россии сейчас не зефиров был зефиров николай зефиров академик олег раевский владимир поройков до сих пор очень активным в этой области а если мы говорим про людей которые были связаны с россией или с украиной которые сейчас работают за границей это александр тропш и игорь титко и александр варнак они лидирующие ученые в этой области значит какие проблемы потенциальные ограничения этого мета в том что в этом методе надо помнить о том что он хорош для экстраполяции то есть мы должны находиться в определенном химическом пространстве если мы предсказываем новый свой нового молекула если мы выходим за пространство химическое то это происходит экстраполяции нет может не работать и мы можем предсказать неверно это всегда помнить но тем не менее это очень популярный метод который хорошо и всегда используется для поддержания проектов фармацевтической промышленности и мы строим очень много моделей и мы их оптимизируем как 0 как только новые данные появляются фильтры фильтры про которые говорил один сам популярных фильтров это конечно под лекарственного подобия драк лайк нас и один из анклиан это ли правило липинского которые есть описано она в принципе было разработано для того чтобы описать насколько лекарство может быть иметь хорошее свойство до поглощения насколько она хорошо будет для ферма кинетике и и эти свойства очень простые это все они кратны 5 поэтому называется правило 5 должно быть это лекарство до отсоединение даже имеет не более пяти водородных доноров водородной связи не больше 10 акцепторов для водородной связи мультиарный вес не больше 500 и наконец октанол патишин коэффициент лог пи октанол вот а вода не менее пяти то есть очень упрощенные такие подходы но который очень хорошо работает и которые были поставы выведены из большой базы экспериментальных данных и которые очень часто используются на данный момент мы пытаемся выйти за пределы правила 5 все больше и больше потому что правило 5 не является абсолютным она наиболее приближенные так для большинства соединений даже соответствует ему правило 5 но мы можем как бы потерять соединение которые все равно хороши для поглощения других свойств но они не удовлетворяют правило пяти и вы видите здесь публикацию где показывает насколько растет количество соединений которые не является не удовлетворяет правило 5 но которые были оправданы или показаны что они полезны и вот скажем году мы увидите увеличится это соединение в общем применении и некоторых для орального применения вот это голубая в принципе мы видим что и количество растет это и создание которые были оправданы для регуляторными органами и который хотя не удовлетворяет право 5 но используются значит я почти закончил с первой частью лекции но прежде чем перейдем к следующей части я хочу сказать что мы должны помнить что для того чтобы мы сделали оптимизацию на стадии лид оптимизации на оптимизацию лида мы должны хорошенько за лекарство соответствовать свойствам которые называются адми свойства это абсорбция это дистрибьюшен распределение это метаболизм это экстракшен выделения и токсичность таксисте адмит свойства и эти свойства как раз оптимизируется для леганда прежде чем он переходит в стадию номинации для кандидата для клинических испытаний и вот как раз для этих свойств мы используем да эти свойства первых отвечает в большой части для за то что мы теряем лекарства в процессе разработки вот вы видите на одна из публикаций которые показывают что какие при как и по каким причинам лекарства ну не было не прошло на испытания видите больше 80 процентов были связаны с адми пропатис с разному как разного порядка радует вот это разные подразделения адми пропатис и большая часть них 80 процентов были те свойства которые не позволили лекарство продвигаться дальше и в принципе я хочу сказать что вот эти свойства как раз очень сложно описать первопринципно и мы используем как раз статистические методы широко для того чтобы описать эти свойства вычислительно например здесь есть примеры как мы по абсорбции мы пытаемся построить для модели модели для лекарства mdc кей пампы в разных ассе и которые мы используем из убилки в растворимость в том числе начать distribution распределение мы используем чуман волом distribution распределение я не знаю как по-русски это переводится человеческого волом объема я не знаю как по-русски мы используем этот термин а также барьера между кровью и мозгом метаболизм мы используем связан с пифа 50 и всякие микросомал стабил эти для стабильность для печеночной микросомал стабильность для для выделения мы используем например выделение из мочи через мочу а для токсичности много методов которые поближаются и приближены но они самые сложные один из методов который я был задействован реактивный метаболизм например или токсичность печени реактивный метаболизм я буду об этом упоминать может позже это метаболизм не самого соединения которое может быть не является токсичным но его метабола n метаболит является токсичным после того как лик или соединение происходило было изменено в организме а этот новое соединение которое является основным результатом метаболизма и оказывается токсичным и вот модели для этого тоже строится некоторые публикации здесь приз к показана вам в последнем глава которым недавно публиковали им по этим методам в том числе было в медицинской химии 3 и я думаю что закончится первой части лекции спасибо большое мы должны если у вас есть вопросы пожалуйста задайте сейчас если нет вопросов то вы можете задать их позже после второй лекции но перед второй лекции мы должны сделать перерыв какие-нибудь вопросы есть что не понятно я тяжело теряю а читаю да 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 есть конечно изомеры каким образом это учитывается в методах поиска новых лекарств но это очень хороший вопрос но если я делаю какой-то расчет и я знаю что стереоизомеры мы не знаем точно какой стереоизомер например мы используем я буду все все возможные варианты используют для всех метод докинга или там дизайн на основе элегантов то есть это я должен буду использовать все возможные а не только стереоизомеры я могу даже считать и не азацию разные метод и не за зависит от среды я тоже мог попробовать положительные нейтральные и нейтральные или заряженные молекулы зависимости от того какой какая молекула это еще хороший вопрос да это все надо учитывать это же самое касается белка но для белка когда мы делаем расчеты существуют методы или подходы которые сразу подготавливают есть такой препарейшен белка подготовить белок подготовить элегант как раз вот это происходит про рассматривается и ионизация и стереоизомера подтверждение это ну вот и вот вот